12 июня в Вене, Австрия, в шикарном Грэнд Хоутел Вин возобновились переговоры о ядерной программе Тегерана. Шестой раунд консультаций начался со встречи большей части участников ядерной сделки 2015 года, совместного всеобъемлющего плана действий Ирана, России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и Евросоюза, пишет Reuters. Делегация США размещается в отеле напротив. Иранцы отказываются от личных встреч с американцами, поэтому европейцы выступают в роли посредников. Это указывает на то, что хоть и не прямые, но переговоры между Вашингтоном и Тегераном все-таки проводятся. Главным координатором переговоров и европейской челночной дипломатии является официальный представитель ЕС по внешней политике Энрике Мора. Функционер обнадеживающе заявил, что ожидает заключения соглашения в ходе уже этого раунда переговоров. Представители других стран более осторожны в своих высказываниях, обращая внимание на то, что многие сложные вопросы все еще не решены. «Мы добиваемся прогресса, переговоры ведутся интенсивно, но ряд вопросов пока остается, в том числе, как должны быть реализованы шаги», — сказал Мора журналистам. Он уточнил, что главная задача состоит в том, чтобы добиться в ближайшие дни решения, максимально близкого к окончательному варианту соглашения. При этом главный иранский переговорщик Аббас Аракчи считает, что консультации вряд ли завершатся до президентских выборов в Иране, которые должны пройти 18 июня. «Я не думаю, что мы сможем прийти к окончательному выводу в Вене на этой неделе», — пояснил Аракчи иранским СМИ. Высокопоставленный представитель Китая сообщил, что главными камнями преткновения, мешающими Ирану вернуться к ядерной сделке, являются санкции США. «Наше послание им состоит в том, что они должны прекратить лукавство и решительно перейти к отмене санкций», — объяснил журналистам представитель Китая в ООН Ван Цунь. В 2018 году президент США Дональд Трамп, обвинив Иран в нарушениях, в одностороннем порядке, вывел Вашингтон из СВПД, наложив на Тегеран санкции. При этом иранцы категорически отрицают, что хотят создать ядерное оружие. Они говорят об исключительно мирном характере своей атомной программы, подытожило агентство.